Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Что сделано за пять лет у власти? Сочинцы заслушали сегодня отчет о деятельности фракции «Единая Россия» в ЗСК. Драка водителей накануне стала причиной пробки в час пик. Адлерское ЧП сразу попало в интернет. В городе Сочи тихие ночи. О необходимости соблюдать нормы допустимой громкости музыки сегодня говорили в мэрии. Сочи может принять первенство Европы по карате. Об этом и других планах рассказали на заседании Оргкомитета по проведению событийных мероприятий. Проверять только там, где есть потенциальная угроза. Об изменениях требований к контролю назорной деятельности сегодня рассказал Дмитрий Медведев. Председатель правительства России провел видеоселектор с регионами. Участие в совещании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Премьер-министр страны напомнил, с 2018 года все проверки, в том числе и бизнеса, должны проводиться, исходя из категории рисков. Также Дмитрий Медведев поручил регионам начать цифровизацию госконтроля. По мнению премьера, пора переходить от долгих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью датчиков, фото и видеофиксации. Время – пахать. На Кубани начался самый ответственный этап сельскохозяйственного года – уборка озимых. Поля с пшеницей в Тбилисском районе осмотрел губернатор края, после чего провел совещание по уборочной кампании. Погода помешала аграриям начать жатву вовремя. Получится ли собрать максимальный урожай, узнавали наши краснодарские коллеги. Полтора миллиона гектаров полей. Пахать на них кубанским аграриям придется много и без перерывов. Самый напряженный период сельскохозяйственного года – уборка зерновых – в крае начался с опозданием. Из-за дождей сроки по озимым сдвинулись почти на неделю, но фермеры все равно рассчитывают получить максимум зерна. Только по ячменю средняя урожайность в регионе выше прошлогодней на 4 центнера с гектара, рассказывает губернатору. Сегодня Вениамин Кондратьев осмотрел поля Тбилисского района. Такая пшеница, которая сегодня, вот здесь на наших сегодня ладонях, конечно, рекордная. Первые обмолоты обнадеживающие, потому что 60, 65, 72, 74, 80 сообщают нам отовсюду, со всего края. Как на Кубани говорят, что криком земля не пашется. А вот таким умением, лаской, трудом, потом, вот только так такой урожай создается. Памятник труду на земле, который стоит в окружении полей, напоминает о том, что за всеми рекордами стоят обычные станичники. Своими руками они создают продовольственную безопасность не только Краснодарского края, но и всей страны. Кубань – основной поставщик зерна в России. Вот эти символы, когда стоит девушка, это даже не женщина, девушка, посреди поля ее окружают колосья. Вот сегодня в нашей жизни, друзья, просто этого не хватает. Не хватает, значит не хватает жизни. А значит не будет у нас уверенности в том, что и после нас вот так же поля будут колоситься. И это правда. А мы сегодня стесняемся этой правды. Работать в поле сейчас, конечно, намного комфортнее, чем лет 20 назад. Современные комбайны с кондиционерами и навигацией – большая помощь в уборке пшеницы и ячменя. Последнего в регионе уже намолотили почти 700 тысяч тонн. А справиться с озимой пшеницей комбайнеры обещают губернатору меньше, чем за две недели. Сколько вам нужно времени, чтобы собрать урожай, который сегодня рекордный, но пока еще в поле? Не 9-10. Не 9-10. Потому что очень жарко, дождь и после дождя это очень быстро ускоряется. Но урожай еще должен быть не только в закромах, но и в кармане. У тех, кто урожай собирает. Поэтому я надеюсь, что как бы мы с вами их коллега не подведем. Пока уборка урожая в самом разгаре, пора подумать, куда его продавать. Ежегодно Кубань может экспортировать порядка 6 миллионов тонн зерна. Но стоит быть готовыми и к тому, что из-за внешнеполитической напряженности ряд стран может наложить ограничения на ввоз российской пшеницы. Это не должно стать для кубанских аграриев неожиданностью. Такой рекордный урожай. Мы должны уже сегодня думать и просчитывать, что мы с ним будем делать в случае непредвиденных от нас обстоятельств. В том числе ограничения страны, третьих стран по вывозу, по экспорту нашего зерна. У нас в хозяйстве есть мельница, видимо, 120. Значит, вы уже будете в преимущественном положении, но это правильно. О собственной переработке в крае должно думать каждое хозяйство. Вопрос сбыта один из самых главных во всей цепочке производства. Если для холдингов проблем в реализации зерна нет, то у мелких хозяйств частого бывают связаны руки. Их объемы небольшие, навряд ли заинтересуют крупных экспортеров. Вениамин Кондратьев требует от своего заместителя обратить на это внимание. И крупные, и небольшие сельхозпроизводители должны иметь возможность продавать товар по рыночной цене. Я прошу взять на контроль, чтобы никто не мешал сегодня нашим сельхозтоваропроизводителям, в том числе и фермерам, свободно в рамках рынка продавать свою пшеницу. Не нужно их отправлять то к одним трейдерам, то к другим, то к крупным, то не крупным. Это рынок. Дайте им возможность свободно продавать свою пшеницу на рынке. Свободно. Если у фермера 100 тонн пшеницы, крупным экспортерам он, наверное, не очень будет интересен. Ему-то как продать? Как была традиционная система посредников, она так и будет работать здесь. Никто ее не отменял и никто не дает права запрещать это так делать. Сегодня сельхозтоваропроизводитель может продать и крестьянско-фермерскому хозяйству, и посреднику. И могут сложиться. Здесь проблем нет. Систему ломать никто не будет и не собирается. Вот на этом давайте дискуссию завершим. Во время жатвы дорог каждый день. И любая задержка – это потеря урожая. В сельскохозяйственные тонкости губернатор посвящает руководителей контролирующих ведомств. Своей, порой, чрезмерной работы они могут сделать только хуже. Здесь мы должны подумать, как прийти к максимальному экономическому рекорду, который будет в кармане. Я отдельно хочу обратиться к контролирующим органам. Во время уборки и полевых работ не стоит прибегать к активной фазе контролирующих проверок. Давайте тут соотнесем. Я думаю, нет ничего горящего, чтобы отвлекать сегодня наших селян на какие-то объяснения. Предоставление документов и тому подобное. Для успешной уборки ячменя и пшеницы. Теперь главное, чтобы погода не подвела. Жара, которая пришла на Кубань, играет только на руку. Но агрария обещает не подкачать. Прошлогодний рекорд почти в 15 миллионов тонн зерна. Только подстегивает намолотить еще больше. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Тбилисский район. Срок полномочия депутатов законодательного собрания Краснодарского края истекает. Очередные выборы осенью. Пока же народные избранники пятого созыва отчитываются о своей работе. Встречи с общественностью проходят во всех городах края. Отчет о результатах деятельности фракции партии «Единая Россия» в ЗСК сегодня состоялся и в Сочи. По поручению председателя ЗСК Владимира Бикетова, слово перед городской общественностью сегодня держал Виктор Тепляков. Депутат ЗСК от города Сочи в своем отчете отметил, что реформы за последние пять лет произошли во всех отраслях. Благодаря работе краевого парламента решены сотни социально значимых вопросов. На Кубани создана эффективная правовая система. В регионе работают 26 государственных программ по модернизации самых разных сфер деятельности. Шесть законодательных инициатив сейчас рассматривает Госдума. Отметил Тепляков и то, что за последние годы как в крае, так и в Сочи трудоустроены тысячи граждан. В помощь жителям Краснодарского края работают все депутатские ресурсы, подчеркивает народный избранник. Что же касается непосредственно Олимпийской столицы, то здесь депутаты ЗСК от Сочинского округа, помимо наказов жителей, лавируют вопросы туризма, малого и среднего бизнеса, АПК. К примеру, впервые по инициативе депутатов ЗСК был принят закон о развитии чаеводства на территории Краснодарского края. Самая главная тема любого депутата – это помощь жителям, это во главе угла. Боремся с тарифами ЖКХ, конечно же, смотрим за благоустройством улиц, конечно же, увеличение пляжей, конечно же, сокращение стоимости трансфера, чтобы и в самом городе горожане, и туристы, которые сюда приезжали, не тратили много денег на все эти позиции. Любой депутат ЗСК по поручению Владимира Андреевича Бекетова обязан всеми силами помогать главе того или иного муниципального образования, либо района. Это важно, потому что мы должны быть одной командой. Вместе с общественностью отчета о результатах деятельности фракции партии «Единая Россия» в ЗСК слушали депутаты городского собрания Сочи. Они, в свою очередь, отметили, что без помощи краевых коллег в решении некоторых вопросов просто не обойтись. В связи с тем, что наш город растет, развивается, это идет разговор о программе, которая по строительству школ и детских садов, по поводу ремонта дорог, по продолжению строительства очистных сооружений. Вот эти вопросы, которые требуют дополнительных средств у нас городской бюджет. Мы сейчас накануне выбора в законодательное собрание края, поэтому вот в этот период мы не только говорим о том, что сделано, но и будем своеобразную программу действий, наказов для наших будущих депутатов в законодательном собрании на следующий период. В следующем созыве, подчеркивает депутат ЗСК, краевой парламент продолжит начатый курс, а именно формирование народной программы и народного бюджета. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Депутат Госдумы Константин Затулин провел очередной прием граждан. Сочинцы обращаются к парламентарию с самыми разными вопросами. Основные – это жалобы на стоимость услуг ресурсоснабжающих организаций, а также незаконное строительство. Экологические проблемы также в списке особо значимых. Вот как раз по этому поводу на прием записалась председатель градостроительного совета Ольга Козинская. В долинах целого ряда рек сложилась достаточно сложная ситуация. Неконтролируемое строительство создает угрозы паводков и подтоплений, а нормативной базы и проектов по безопасному развитию этих территорий до сих пор нет. Чтобы ее разрешить, хотя бы частично необходимо внести изменения в генеральный план Сочи. Представители городского архитектурного сообщества предложили поразмышлять над этим, в том числе и новому поколению сочинцев, организовав конкурс «Сочи-2035. Образ будущего глазами молодежи». Предложить молодежи, конкурсантам подумать о том, что можно сделать в долинах рек, как благоустроить эти территории, как обеспечить современный уровень связей удаленных городских территорий с морем, что можно сделать с теми экологическими проблемами, которые влияют на состояние этих рек. Конкурс стартовал в июне, завершится в октябре. Его лауреаты, молодые архитекторы, дизайнеры и ученые станут участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Инициативу поддержал Константин Затулин. Он вошел в попечительский совет конкурса и намерен всячески содействовать его проведению. Что касается других насущных проблем, то прием граждан Константин Затулин проводит в ежемесячном режиме. Нынешняя приемная депутата в торгово-деловом центре «Александрия» вскоре сменит адрес, но ее переезд никак не скажется на сроках и качестве рассмотрения обращений граждан. Для жителей Адлера снизится тариф на услуги водоотведения. С 30 июня большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП «Водоканал». А это 22 тысячи жителей многоквартирных домов, 2500 частного сектора и 1000 юридических лиц. Ранее тариф на водоотведение составлял 31 рубль 34 копейки для частных лиц и почти 38,5 рублей для юридических. Теперь же для абонентов МУП «Водоканал» он составит 22 рубля 75 копеек. Таким образом, все платежи, начиная с июля, необходимо проводить по квитанции МУПа. При переходе к новому поставщику не требуется заново оформлять документы. Необходимо лишь предоставить действующий договор с прежним поставщиком, а также сверить показания приборов учета со службой сбыта. Она находится на улице Кирова, 30. Как сообщает администрация города в Адлерском районе, неизвестные распространяют ложную информацию о том, что в случае перехода к новому поставщику прежний будет отключать абонентов от сетей. Это не соответствует действительности. Источника дезинформации сейчас устанавливают правоохранительные органы. Несколько сочинских улиц завтра останутся без воды. Причина – плановый ремонт водовода на улице Плеханово. 6 июля с 9 часов утра без холодного водоснабжения останется жилой фонд по улицам. Плеханово, Волжская, Загородная, Фадеево, Стартовая, Напская и Полтавская. Окончить работу и возобновить подачу воды планируется к 22 часам. И к другим новостям. Доставил быстро, но не туда. Накануне в Хостинском тоннеле водитель «Ред такси», что называется, не вписался в поворот. Водитель не смог безопасно объехать неровность на трассе. Пострадавших, как сообщают очевидцы, забрала скорая помощь. Драка водителей накануне стала причиной пробки. В час пика адлерское ЧП сразу попало в интернет. Двое взрослых мужчин решили выяснить все вопросы при помощи кулаков. Причину, пишут блогеры, достоверно установить не удалось. Но, по сообщению очевидцев, инцидент произошел из-за того, что водитель черного автомобиля подрезал другого автолюбителя на грузовике. Второй начал сигналить, догонять обидчика. Реакция последовала тут же. Водитель из черной машины остановился и решил доказать свою правоту. В итоге один из оппонентов даже оказался за бортом, был выброшен за разделительную полосу. Инцидент оказался исчерпан, когда к конфликту подключились другие автолюбители. В Сочи за июнь эвакуировано 500 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Такую статистику озвучил командир городского полка ДПС. Еще больше водителей привлечено к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Но без эвакуации машин. О том, что эвакуация не самоцель, а крайняя мера. Сергей Бесков упомянул особо. Самый по себе процесс эвакуации связан с тем, что тот же эвакуатель находится на проезжей части. И за время, пока проявляется эвакуация, соответственно, создается помехи в движении транспортного средства. Поэтому проще предупредить, чем потом впоследствии привлекать водителя к ответственности. В основном мы стараемся профилактировать. И ставить задачу работы при работе нарядов ДПС на профилактику данного вида нарушения. В Сочи из незаконного оборота изъято более 250 литров пива. Участковые провели в центральном районе рейды по пресечению незаконной реализации спиртных напитков. Пожалуйста, предъявите документы на реализацию пива. Просьба ставит в тупик многих. Помимо наличия разрешения на продажу алкоголя, особое внимание полицейские уделяли соблюдению временных ограничений реализации спиртного. А также проверяли, является ли торговый объект стационарным. Таким образом, на пляже Ривьера был обнаружен ларек, где торговали пивом на розлив. Правоустанавливающих документов у продавца не оказалось. Всего в помещении было обнаружено и изъято 250 литров пива. Аналогичные нарушения выявлены в магазинах Атлерского района. Там из незаконного оборота изъято около 70 литров пива. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией продукции. В отношении предпринимателей собран административный материал и передан в суд для принятия решения по существу. И мы просим всех жителей и гостей города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать полицию по телефону 02. В городе Сочи тихие ночи. О необходимости соблюдать санитарные нормы допустимой громкости музыки в развлекательных заведениях курорта сегодня говорили во время рабочего совещания в мэрии. На встречу пригласили руководителей баров и кафе, на шум из которых чаще всего жалуются сочинцы и отдыхающие. До какого часа могут диджей веселить гостей курорта и чем может обернуться для предприятия несоблюдения закона, расскажет Татьяна Говоркова. Событийный Сочи привлекает гостей со всего мира. И если зимой отдыхающий предпочитает гулять в основном днем, то летом курортная жизнь начинается с заходом солнца. В сезон набережные, кафе, бары и рестораны работают до последнего посетителя. Если там до утра гремит музыка, значит есть клиенты. Руководители самых шумных заведений, в адрес которых было направлено немало жалоб от местных жителей и гостей курорта, сегодня пригласили в мэрию. Мы получили 100 обращений, 100 на превышение шума, нарушение общественного порядка в заведениях, в объектах общественного питания. Есть у нас гриль-бар «Лентяй», пиловарня «Файнфельд». 40 обращений за календарный год с 2016-2017. Ночной клуб «Агава» в этом году 4 обращения. Ресторан «Дом» 2 обращения. Кафе «Штов» 3 обращения. Ну и ночной клуб «Платформа» тоже у нас горячо известное шумное предприятие 5 обращений. 100 обращений от сочинцев и гостей курорта было направлено только в адрес мэрии, а фактически недовольных гораздо больше. Люди отдыхают по-разному, и некоторым туристам необходима тишина. В этом случае при выборе отеля стоит обратить внимание на его местоположение. Как правило, тихой ночи не бывают у набережных, и в этой части не сладко приходится и жителям многоквартирных домов, находящихся у побережья. В мэрии считают, комфортно должно быть всем. В соответствии с санитарными нормами, в период с 11 часов вечера до 7 утра в жилых помещениях и на их территории уровень шума не должен превышать 30 децибелов. Такая норма установлена законом, и ее несоблюдение может привести не только к административной ответственности, но и вовсе к ликвидации предприятия. Руководителям кафе надо искать компромисс. А вот в части шумных соседей или любителей громкой музыки в авто действует закон о соблюдении общественного порядка. Это уже задача полицейских. Ведь для них, как и для мэрии, создание благоприятных условий для проживания и отдыха в Сочи – одна из основных целей работы. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи может принять первенство Европы по карате. В городе молодежный чемпионат планируется провести в начале 2018 года. Об этом сегодня рассказали на заседании Оргкомитета по проведению крупных событийных мероприятий в Сочи. Первенство Европы планируют провести в Сочи в начале февраля на базе арены «Айсберг». Ожидается около 2000 участников из нескольких десятков стран. Это крупнейшее событие в мире спорта, тем более, что карате не так давно признан олимпийским видом. Как говорят во Всемирной Федерации карате, город Сочи идеально подходит для проведения подобных соревнований. Я впервые в Сочи. Я знаю, что здесь успешно провели Олимпийские игры. Я приехал только вчера вечером, но мы уже успели осмотреть спортивный дворец «Айсберг», где планируем провести первенство. Я очень доволен. Нет никаких сомнений, что здесь мы проведем наш лучший чемпионат юниоров и кадетов. Кроме того, в течение лета Сочи примет еще ряд крупных мероприятий. В июле на курорте пройдет турецкий античный фестиваль и шоу «Огни Анатолии» – физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев». В августе шоу олимпийских чемпионов «Рождение звезды», а также автомобильный фестиваль «Зажигание-2017». В его рамках состоятся гонки на Сочи-автодроме, а также пройдет автомобильный квест на ретро-автомобилях. Для чего мы это делаем? В первую очередь мы поднимаем еще раз свой имидж, имидж города Сочи и привлекаем тем самым большее количество туристов. Поэтому мы проводим организационные комитеты еженедельно, на которых обсуждаем все административные вопросы, связанные с проведением того или иного события. У нас в этом году еще планируется достаточно большое количество и российских, и международных мероприятий. И, конечно, одно из самых крупных – это фестиваль молодежи и студентов, который пройдет у нас уже в октябре этого года. В Сочи тренируются сборные страны по настольному теннису. Это основной состав национальной и молодежной команды – юниоры и кадеты. На базе Федерального спортивного центра «Югспорт» спортсмены готовятся к предстоящим турнирам. Тренировочные сборы команд по настольному теннису пройдут в течение восьми дней. График у спортсменов расписан по часам. Ежедневно проходят тренировки на стадионе, в тренажерном зале и непосредственно за теннисными столами. Национальная команда сейчас готовится к чемпионату Европы. Турнир пройдет в сентябре в Финляндии. Две молодежных сборных настраиваются на универсиаду, которая пройдет в августе в Корее. Самые близкие соревнования у юниоров и кадетов. 13 июля в Португалии стартует первенство Европы. И подготовка в Сочи, отмечают тренер, даст хорошие результаты. Кстати, в качестве тренировочной базы в Сочи теннисисты выбирают уже второй год. До этого была у нас база под Москвой около Домодедово аэропорта. Там тоже неплохо, но здесь уровень намного выше. То есть уровень оснащения, то есть материальная база, залы, тренажерные и так далее. Питание, медицина, ну все в общем. Без климат, конечно, очень важный. Ну, в принципе, заехали мы 3-го числа, уедем 12-го. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.